Девушки отдыхают Сегодня утром я проснулся и понял, что моя большая квартира слишком просторна для меня Поэтому я решил ее поделить на двоих И ту, которая разделит эту квартиру со мной, я надеюсь найти сегодня И в этом мне помогут мой друг Андрей и моя подруга Ольга Андрей, 38 лет Разорвал отношения с возлюбленной после того, как та стала слишком назойливо вмешиваться в его дела Андрей продюсер шоу-программ Играет в хоккей, увлекается философией и мифологией Мечтает поставить собственный мюзикл и побывать в Китае Предупреждает, что его внешнее спокойствие обманчивое Андрей никогда не женится на спорщице Его избранницей станет девушкой, которая будет не только создавать уют в доме Но и помогать ему в работе, как жена Менделеева Здравствуйте, Андрей, вы уже были у нас на программе И девушка предпочла вашего друга, а не вас было обидно? Ну не то, что обидно, но я наоборот порадался за моего друга А он еще был ваш подчиненный, боялся вашего гнева? Нет, ну дружба она гораздо важнее, чем каких-то рабочих отношений, поэтому все было хорошо Простите, а у вас сложилось с девушкой? У нас ничего не сложилось, к сожалению, потому что я уехал на длительные гастроли В общем, ушел весь в работу и, как обычно, личную жизнь откинул Да, да, да Вы хотите жену похожую на жену Менделеева? На первую, на вторую? Да, я читал, что вторая жена была немножко моложе, лет на 20 Анна Ивановна Анна Ивановна, да, а та первая на 6 лет старше Конечно, я хочу, которая помоложе, которая, собственно, и сделала его Но Дмитрий Иванович имел характер несносный Был истеричным, нервным, психопатичным, жестоким, неверным, часто увлекался Ну характер у меня тоже непростой, но я не слишком скверный Давайте про вас, про ваши отношения с женщинами Быстренько так, вкратце Вы были женаты? Нет А что у вас было до 38 лет, самого яркого, о чем хочется поведать? Нет, ну была любовь, были отношения серьезные, мы жили несколько лет Вот, но как-то не сложилось, не дошло до, собственно, замужества Не знаю по каким причинам, то ли я виноват, то ли... А вот расскажите ту историю, где ваша избранница была слишком настойчива и вмешивалась в ваши дела Это произошла история года два назад Я принял в балет одну девушку хорошую Она стала работать в нашем коллективе, но потом появились отношения, мы стали встречаться И я сделал ее арт-директором нашего коллектива Она помогала мне в делах, помогала управлять всеми этими делами У нее способности были там? Да, у нее определились... Кроме того, что она наградит умелая Да, 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 она очень хорошо мозгами еще умела работать И она очень помогала мне Но потом как-то отношения... У них поувольняла всю вашу команду Ну, так кажется, человек делает, который приходит новой Ну, это естественно, да Привела своих? Привела своих девочек Шоу-балеты своих девочек А вы-то где были? В коме, что ли, в это время? Почему? Я доверял, я думал, ну да, наверное, вот эти старые, которые работали Ох, эти женщины, ох, как они умеют Да, да, да Ну, плюс в любовь, да, она творит с мужчинами А у нее при этом произрастала младшая сестренка Тоже балетная Дочка Как дочка? А это другая? Это другая У него так все запутано, Ларис За 36 лет многое произошло За 38, да Вот, а это была другая история Когда я встречался с... Ну, получилось так, не со зла С двумя сестрами, со старшей и с младшей Официально мы встречались со старшей сестрой Потому что она была, ну, старше, опытнее и интереснее А младшая была более веселая Тоже ничего себе, но... Да, более веселая, более веселая Вообще такое со зла не бывает никогда Они шифровались и друг другу не рассказывали Не делились с сестрами, да, секретиками? Ну, сестры, да, порой не делятся А как потом вас вывели-то на эту самую чистую воду? На воду никто не выводил Они просто уехали в Америку обе Старший мужчина все-таки это, это, изюминка Ага Но он выглядит старше Да, я говорю, что 38 Ну, надеюсь, он мудрый Он выглядит за свою мудрость За 40 И вот вы противный, 38-летний А стой ты, я наследил везде Не поняла, а что вот эта балерина-то? Чем история закончилась-то с балериной? Ну, она закончилась просто Мы расстались Вы ее уволили? Потом я ее уволил, да Мы расстались, но она потом работала Но потом мы не смогли уже В общем, ничего внятного за 38 лет Ничего внятного, да Хорошо, а что вы хотите-то? Я хочу обычную, скромную девушку Которая будет В семье В семье А добирать будете с необычными, нескромными? У меня на работе, да Вот этих необычных, нескромных людей очень много В том числе вот Мои друзья Мы нескромные, необычные То есть к друзьям вы тоже погано относитесь Делают вывод Нет, я их люблю, но люблю по-своему Потому что, да Их не любить нельзя, иначе как можно работать? Люблю, но странную любовью Люблю, но странную любовью А вот странные, говорят, люди, эти артисты Да и люди ли они? Поэтому А что в материальном плане? На жиле Куда невесту приведете? Молодая, как говорится И чего бизнес? Знаешь, этот шоу-бизнес, знаю я его Нет, туда невесту приводить не надо А все думают, что в шоу-бизнесе все миллиончики Прямо, да, миллиончики Жди Это мы так все рассказываем Мне кажется, что в шоу-бизнесе Может и жена привезти к себе Мужа Вот и я говорю Конечно Нам 38-летним Это если он пацан молодой, красивый С сомнительной репутацией Понимаешь? Нет, у меня есть небольшая квартира в Митино Машина А комната сколько у вас там в Митино-то? С комнаты? Одна комната, студия Квартира, студия такая простая Подождите, а детей где детская будет? Мы продадим эту, купим двухкомнатную, где дети будут Однокомнатную, устраивали? Холостяцкая квартира Это, по-моему, холостяцкая берлога такая Это же вопрос наживной Это же подождите, ваше Митино-однушка, а вы что хотите, двушку где-нибудь? Слушайте, такое ощущение, что ни в коммунальных квартирах, ни в однокомнатных не рожали Лариса, ты что, вспомни вообще, припредят горохи там, что был-то Я вообще себя потеряла уже за эти годы Потому что я Света Белого не вижу, я не понимаю, что в мире происходит Но мне казалось, я, например, в возрасте Андрея жила в малюсенькой-перемалюсенькой квартирке Жил у нас пятеро И ничего потом стали строить Если ты женщина, если в 38, а еще до 35 Рожал ты и от мужчины Ничего не нажал и не наживет Знаешь что, ты взрослая была женщина, в хороших руках У тебя и голова соображает, и руки, как говорится, в исправленное место растут Плюс креатив Поэтому ты и своего сделала Как он, вторая жена, как он говорит, Менделеева А он-то, нам-то его, что с ним делать? То есть в однокомнатную нельзя, да, ребенка? А кто, извините, в однокомнатную пойдет, молодую хочет Только если из провинции, в деревне Кто пойдет влюбленная Влюбленная, молодая Тоже измитина А что-то, я нет Ну вот я еще до сих пор верю Даже деньги пошупать надо Ну сейчас смотрите, у вас в основном, Андрюш, были служебные романы, я так понимаю Ну да, так получилось А потом жалуются Ну иногда и служебные романы бывают счастливые Ты сейчас кино вспомнила? Нет У меня был служебный роман Видишь? Пришла, заживала У вас мечта, мне нравится, Андрюшенька, усадьбу хотите построить? Да Где строим? Как же Менделеев-то без усадьбы? А где мы построим? Ну в смысле уже есть, наверное, подкупили бы землицы Уже ваш фундамент Сейчас я думаю, на Новой Риге где-то найти местечко около озера И бороду уже стала отращивать правильно Натуральное питание, потом уже посох, да? Книги собираешься, была целая стена из книг И сидеть около камина, перечитывать старый роман Ну мне кажется, что он Мне кажется, он умноват Да Да Мне тоже так кажется, я почему-то в этом практически уверена Вы состоялись в своей профессии? Вы довольны собой? Но все-таки возраст такой, что еще год-другой и нагрянет кризис среднего возраста И к этому моменту вы должны уже как-то внутренне состояться, быть уверенным в себе Мне кажется, у мужчин кризис среднего возраста раньше наступает Ну в общем довольны Мне кажется, он не совсем в себе уверен Ну у него, по-моему, уже начался кризис Ну в профессии, чем больше ты работаешь, тем больше ты добиваешь успехов Ну в общем довольны? Можете сказать, что да, я работаю не зря Да, да, да Я вижу перспективу, куда идти знаю, иду туда С каждым днем потихонечку иду, иду, иду Он голубоглазый такой, смотри-ка Ну да, вот В моей теме Не, ну он правда интересный Что пожелаем Андрею? На что нам сегодня в особенности предстоит обратить внимание? Друзья мои, помогите мне Потому что Андрюша с нами в игрушки играет, я-то это чувствую Ну подыгрывает во всяком случае И вы тоже самое Ну вдруг, никто не знает, где тебя ждут счастья Свою любовь к танцовщицам, мне кажется Это вот проблема Ой, это невозможно К танцам, проблема, да Это как к черной икре, как к фуа-гра, как к хорошим напиткам Как это можно побороть? Как к хорошим Это как курить брось Нужно побороть А может не стоит бороть? Может быть среди балетных найти хорошую Умную Умную Прекрасную Вот я бы даже хотел сказать Может быть любящую Любящую, потому что многие у вас на пенсию-то уходят рано Многие девушки с радостью бы разделили с вами И мечтают о том же О тихом семейном счастье Какое чудо, что бы произошло И отсюда Я уже знаю Не стоит Андрюше бросать вот эту привычку любить балерин Я тоже так считаю Потому что как только мужчина с Венерой в деве Такой, как Андрей говорит Обнарушит Мне нужна просто простая На спине жировые волны у своей жене Его сразу Да что ты Жировые волны Это одна просто миллионная того списка претензий И каких-то требований, которые к женщине предъявляются Посмотри Он даже одет соответственно Все детали продуманы И все эти детали для него важны То же самое в женщине И на маникюр посмотрит И на педикюр И на встать И на то, как несет Это самое главное Но я не в том наряде, чтобы станцевать его Балет Ну я думаю, покоришь его чем-нибудь другим Да? Сможешь? Чем-нибудь обязательно смогу Я хочу, чтобы Андрюша нашел такую девушку Чтобы при встрече, с которой он заглянул и внешне, и внутренне Но чтобы она внешне всегда оставалась до конца своей жизни Ухаживала за собой Да Но этого во мне не отнять Я считаю, что это во мне уже выработано автоматически Андрей, вы человек непростой Вы не просто с хитринкой Вы человек хитрющий Знаете, ради чего живете Зачем живете И главное, знаете, чего хотите Не женились вы до сих пор По своей собственной, так сказать, инициативе По своему собственному нежеланию Вы все про себя понимаете Вы не серый, не убогий Стоит вам Пребегут А хорошие женщины мечтают Многие мужчины Просто вам кажется, что она где-то Что она какая-то Нет, а может быть она вот в одной из этих комнат сидит Поэтому Хочешь, чтобы тебя любили, люби Хотите, чтобы к вам с открытым сердцем Приоткройтесь немножко сами Я тоже все мечтала, что у меня будет Либо Питер Утул, либо Лоренц Оливье Вышла замуж за повара Счастлива Так что и вам того желаю Спасибо Не было у меня таких мужчин Да, не было И как-то Ну и к нему Не с чем сравнивать, да? Непонятно Как-то для меня открыты все мужчины были Которых я считала своими потенциальными Вот Мужьями там А этот закрыт Туманен Ну раку сложно открыться А тем более, если это рак Соединением Солнца с Сатурном Вы не очень любите себя Я бы вам изначально пожелала Прежде всего любви к себе Вы пессимист Вы человек, которому В общем резко меняться сложно Вы меняетесь шаг за шагом Постепенно себя это выдавливая Если человек не очень любит себя Он то же самое тащит и в отношения к партнеру Ну потому что ждет и от партнерши От девушки того же То есть если я себя сам не очень люблю То ожидаю я девушке такого же отношения А может встречный вопрос? А как научиться любить себя? Вот нас мама с братом не научила себя любить Я не могу своих детей научить любить себя Лариса, в двух словах про это не расскажешь А как можно тогда это посоветовать? Можно посоветовать И если ты Я не люблю себя Мои дети себя не любят И мы несчастливы Лариса, это курс психотерапии Мы не можем в программе его провести Но на самом деле Можно научиться любить себя Вот это Я вот за пять лет Я знаешь, как себя полюбила А делай то, что тебе нравится Вот что тебе хочется? Ну нет, это путь к несчастью твоих близких Чаще всего делать все, что нам нравится Здрасте Но по чуть-чуть, конечно, тебе нужно дозволять Просто дело в том, что вы должны Встать как-то утром И начать жить с оптимистическим ощущением жизни Вот вы сидите Ты веришь, что правда? Он пессимист и себя не любит? Да, глубоко в себе Я делаю то, что хочу по жизни Мне никто вообще не... Может быть в этом проблема Что нету никаких-то границ Может быть стоит жить ради кого-то? Вот, наверное А вам не ради кого жить И вы замкнулись на себе? Нет Давайте сейчас девчонки начнут приходить И мы будем уже... Давайте уж на предмету Ну давай, да Потому что то, что ты задала Вот это сейчас Это сложно Это важно Это правильно Родить ему надо декланироваться И все, и любовь придет Да, переключиться просто с себя А мне как-то думать Сейчас посмотрим Все самое интересное Остолько начинает Очень скоро Нашего жнеха ждут Три незабываемые встречи И возможно Одна из них изменит Его судьбу Не пропустите В эфире Давай поженимся У нас в студии Андрей Встречайте первую невесту Добрый вечер Привет Меня зовут Оля Меня зовут Андрей Очень рада знакомству Давай будем знакомиться Я надеюсь, что это наша первая Но не последняя встреча Я тоже надеюсь Симпатичная Смотри, она ему понравилась Мне кажется, он ее оценивает Здравствуйте, Ольга С кем вы? Здравствуйте Я пришла с подругами Со своими близкими Давайте на вас посмотрим Ольга, 26 лет Певица Рисует акрилом на холсте В стиле ню Танцует дэнс-хол Мечтает прыгнуть с парашютом И купить дом в Испании Предупреждает, что выйдет замуж Только за творческого человека Ольга встречалась с двумя бизнесменами Первый возлюбленный Обвинил ее в меркантильности Во втором избраннике Она так и не смогла Разглядеть мужчину своей мечты Надеется, что Андрей Ей идеально подходит Оль Вы намеренно выбирали себе В партнеры бизнесменов Или просто везло? Нет, знаете У меня как-то получалось Всегда я выбирала Мужчин из своего социального круга И всегда за мной ухаживали Мужчины состоятельные А вот мне никогда на бизнесменов не везло Вообще никогда Оль, вы оттуда приехали в Москву? Из Барнаула Давно? Ну, четыре года уже И снимали здесь комнату, квартиру? Да, я снимала квартиру Как только приехала сразу Ясно И вот у вас появился мужчина Который прям влюбился И в первую же встречу Вам хопс Золотые часы Да Предложение руки и сердца То есть Как-то я этого мужчину Ну, мы познакомились в клубе Была вечеринка Тематическая И Как-то получилось так Что это было в преддверии праздника Даже 8 марта, по-моему И Я озвучила то, что я разбила свои часы И я абсолютно не рассматривала этого мужчину В качестве своего будущего Мужа Вообще Обычно еще у девчонок продукты Все заканчиваются в холодильнике На мобильном телефоне Деньги Это кто поскромнее, Лариса Это кто поскромнее А кто о себе лучшего представления Те часы разбивают машину У них угоняют И так далее Начал располагать к себе Соответственно Я его уже начала рассматривать В качестве своего мужчины Он предложил мне переехать В другую квартиру В хороший район Мне кажется, она как-то так рассказывает Как будто вот Чувствуете, остались еще До сих пор Ты думаешь, да? Да Я всегда была благодарна За все подарки Никогда ничего не просила сама Никогда А если бы не дарил подарки Не были бы рядом с ним? Знаете, это я уже намного позже Начала анализировать Да, потому что Очень быстро появились слова Я люблю тебя у нас И потом, когда он начал говорить Ну, если бы не это все Что я тебе дал Ты бы не была со мной И настолько он мне вбил Это в голову Что уже, наверное, через полгода После расставания Я на самом деле начала анализировать А на самом деле Любила ли я этого человека? И тогда же появился Да Вот второй бизнесмен Да, тоже с вами И так же стал активно За вами ухаживать Да, очень активно Но он вам уже не очень нравился Он был более сдержан Но вы скоро дали ему согласие И поехали отдыхать в Лос-Анджелес Путь далекий Знаете, как согласие, да Но перед этим обсуждалось то Что мы едем туда как друзья Хорошо Оль, вы думаете, я вам поверю Что мужчина вас везет за океан Вы живете с ним в одном номере И между вами нет никакой близости Понимаете? Вот знаете, я на самом деле Нет, наверное, так бывает Наверное, так случилось Нет, тогда я не понимаю Во-первых, зачем Какой смысл И это еще хуже Чем если бы у вас было в подъезде Прямо в первые пять минут знакомства Тогда бы я поняла Что действительно страсть И вы искренне А так я не понимаю Зачем лететь с дядькой Через океан Жить с ним в одном номере А я, Ларис, не понимаю Он ей черный этот бриллиант дарит Она его не берет Представляешь? Ой-ой-ой Роза-роза Роза-роза Ну знаешь, за подарки сердце не купишь Розочка А что же не брали-то черный бриллиант-то? Я начала психовать на все Я просто там уже поняла То есть, если я сначала до поездки Его рассматривала в качестве своего мужчины То уже там, когда мы прилетели Я поняла, что он слишком То есть, заискивает передо мной Во всем пытаясь угодить Сколько ему было лет? 35 Ну это же здорово Что мужчина в самом своем сексуальном расцвете Пытается вам во всем угодить Вывез вас так далеко Показывает вам мир А вы кабинете Я считаю, что меня Многие девушки капризные поддерживают Может быть Может быть Я избалована в чем? Чем? Ну, внимание мужское Я правильно понимаю, что вас так обременяет внимание Что сейчас вы хотели бы Все-таки, чтобы мужчина вам не оказывал никакого внимания Ну, чтобы уж так не раздражаться От бриллиантов не бедать Нет, никакого не хочется Знаете, чего хочется? Хочется теплоты Искренней Какой-то нежности Ой, это ей так кажется Что она хочет этого всего Вот только попадется ей какой-нибудь бедный студентик Она его сразу пошлет Мужчина 35 лет Вывозит девушку Познакомившись с ней Совсем недавно В Лос-Анджелес Предлагает ей черный бриллиант Вы отказываетесь Доступ к телу запрещен В одном номере Он бы волосы вам намотал бы на руку Я что, не была в вашем возрасте? И сказал бы Детка, ты ничего не попутала карты? Нет, я что тебе, мальчик здесь перед тобой Краковяковый плясет Я что, сюда-сюда привез? Я никогда не очень не очень А он еще был при этом прекрасный Но он был при этом нежный Любящий Понимающий Просто очень мягкий человек Очень податливый И реально очень любит до сих пор Олю Но не было у нее любви В принципе, в этом она права на честнадцатую Зачем она поехала? В чем была ее честность? Я хорошо А когда вы приехали? Он не нравился Знаете, с мужчинами едут за океан Когда уже определились и раскрыли в себе Вот это чувство Есть оно его или нет? Правда? Хорошо Поверю Да он не сможет с ней Она для него недосягаемая А я бы посмотрела на сюрприз Я бы тоже АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кажется, неплохо, да? Надо было жениха пригласить, им тоже потанцевать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо, девочки. Проходите в свою комнату. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой, какие они жёсткие. Как ты? Ведущие очень-очень жёсткие, по-моему, были, да? Тебе не кажется? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Андрей и Ольга. Меня она не впечатлила. Потому что, я вот говорю, я не очень люблю... Ну, не то, что поверхностных. Я не увидел глубины в этой девушке. Она... Ну, это стереотип. Андрею нравятся такие, в принципе, как бы девушки. Вот такая обложка, и она такая... Обложка? А мне нравится. Пусть так говорят, правильно? Они же не знают мой внутренний мир, мой интеллект, поэтому... Ну, да, они же не могли отцена несложные. С ней можно выйти в люди, опять же, да? На какой-то там показ. Ну, вот, на мой взгляд, немного она неестественная. Я её не понял вообще. Ну, нет, ты сама себя так преподнесла, на самом деле, да? Ну, ты не захотела раскрыться. А знаете, человек всегда себя ведёт неестественно, когда он лжёт. Да, естественно. Конечно, это же видно всегда. А девочкам, приезжим кажется, что если больше на себя нагнать вот этой самой вот мутной какой-то истории... Вот я вот такая... Уж вы-то вот сначала постарались. Да, мы-то таких не учим. Какой-то там чёрный бриллиант. Вот, это глупость какая. Поэтому я, может быть, рисканусь, и Ольга увидит себя со стороны и поймёт. Это всё равно это нас учит. Вот у нас есть такие уроки в жизни, которые... Может быть, они, конечно, немножко жестковатые, но вовремя... Ну, просто, Саш, мы обе с тобой понимали, что она не про меня говорит, да? Да, да, да. В нашем мире наличие денежных средств мужчин часто влияет на наличие любви у женщины. Она такая же любовь. Чё хотите, чё хотели, то и приплыло, как говорится. Вот, материализовали. А как вы? Вы идёте по самому простому пути. Деньги есть, значит, всё купить. Вот, она так и растёт. А чтобы, извините, хорошую девушку, на хорошую девушку произвести впечатление, знаете, этот ум надо включить. И знаете, сколько сил положить. Нельзя сказать за 15 минут о человеке сделать вывод. Нет, сегодня мы увидели вместо раскрепощённого, весёлого человека, у которого вперёд его мысли, бегут эмоции, вот того человека, которым Ольга является на самом деле, совершенно закрытую девушку, закрытую в рамках своего мифа какого-то, который я уверена... Значит, не от большого ума начиталась глянца, где советуют вести себя именно так. Я, честно сказать, я удивлена, потому что для того, чтобы миф так вошёл в кровь и плоть человека... Надо родиться в Барнауле. ...над этим мифом, да, нужно родиться в Барнауле и долго-долго работать. Вероятно, она ехала в Москву за этой самой мечтой. Они, я не могу сказать, это не стереотип, сразу они тебя увидели, и всё. Ну, раз вот так, да, если не можно было молчать. Да, да, они бы за тебя всё сказали. Давай поженимся, теперь ваше мобильном наберите 0736, Роза и Василиса дадут вам совет в любое время. И не пропустите новые знакомства через несколько минут. Оставайтесь с нами. В эфире «Давай поженимся» у нас в студии Андрей. Встречайте вторую невесту. Привет, Андрей. Привет. Очень рада тебя видеть. Предлагаю познакомиться поближе, пообщаться. Давай, попробуем. Спасибо, проходите. Милая очень девочка, мне очень нравится. Здравствуйте, Юлечка. С кем вы? Я пришла со своими подругами Юля и Юля. Юля, Юля и Юля? Да, у нас трое, Юль. Не запутывайтесь. Давай с нас посмотрим. Давай. АПЛОДИСМЕНТЫ Юля, 25 лет. По образованию учитель английского и немецкого языков. Работает помощником руководителя в финансовой компании. Играет на гитаре, пишет песни, рисует портреты карандашом. Мечтает стать певицей и телеведущей. Юля решила освежить чувства и предложила своему возлюбленному расстаться. Но план не сработал. Избраннику идея понравилась. Надеется, что Андрей дорожит отношениями. Юль, сколько раз мы говорили в нашей программе, и везде, что вот эти проверки разного рода, любящим людям не нужны, потому что ты всегда видишь, любят тебя или нет. А если не любят, то проверяй, не проверяй, все пустое. Я согласна с вами полностью, и на самом деле это не была проверка. Я взвешенно подошла к этому вопросу, и уже осознанно, то есть я поняла, что это не тот человек, с кем я хочу идти по жизни. Я предложила нам просто расстаться, потому что у нас не было развития в отношениях. Но вы думали, что вот это предложение расстаться его как-то подстегнет? Нет, на новый уровень его поднимет? Нет. Что он что-то... Ну, может быть, где-то в глубине души. Может быть, я и хотела, чтобы он как-то сдвинуть все с мертвой точки. Может быть, он как-то... Может быть, ему нужен был пинок, так сказать. Вот вы ему дали пинка, и он ушел. Да, и я, кстати, не жалею об этом. Андрей, видимо, неинтересна бывшая история. Как-то да, он их не... У нас не реальности живет, ему не интересует прошлое. А почему же он тогда вас так заделал, что он в этот же вечер стал клеиться к вашей сменщице? Да меня, в принципе, это не то, что задело, просто я лишний раз убедилась в том, что мое решение было правильным. Да ладно. Ну, Юлечка, ну вы как-то начинаете в отказ. Юлить прям. Да, он пришел встретить вас, да, после работы? Видимо, да. Он увидел вашу сменщицу? Да. Помоложе девушка была? Помоложе. Да. И думает, ой, какая хорошенькая, что я с этой Юлькой варить? И не растерялся, да. Пригласил ее в ресторан? Пригласил ее попить. А она была замужем? Она не замужем, но она встречается, да. И вы этому парню тут же быстренько позвонили и сказали? Нет, вы что, я на такие подлости не способна, тем более мне это вообще не нужно никак. Я просто позвонила этой девочке, ну еще и по работе некоторые вопросы узнать, да. Ну как же сейчас вам не оправдаться, это еще и проработать. Да я не оправдываюсь. Я просто спросила, на самом деле, предпринимал ли он к ней какие-то действия или шаги? И она сказала, что да. Ну какая вам была разница, если вы для себя не уже... Ну, я уже. Ну вот как вы сказали, я уже для себя узнала. Будьте живой, Юль. Посмотрите, вам 25 лет, перед вами сидит мужчина, она 13 лет, вас старше. Шоу-бизнес, избалованный вокруг, красивый, молодой. Яркий, хочет простую, теплую, любящую, понимающую, умную, которая родит ему детей, хорошая хозяйка. Чего из вышеперечисленного у вас нет? Вы назвали, охарактеризовали на самом деле меня, я на самом деле простой человек, хочу семью детей. Как это вы хотите семью детей? Вы же сами говорите, я же не глухая, вы певица хотите, телеведущий. Ну да, хочу. Мне... Телеведущий, где телеведущий, где семья? Телеведущий прямо завтра, но... А, то есть сначала телеведущий, потом детей. В принципе, у меня есть семью детей, он уже проснулся у меня. А вот я вот вам сейчас предоставлю уникальную возможность просто на первом федеральном канале. Юлечка, в самое лучшее время, во всем мире смотрят. Поговорите с Андреем как ведущая, позадавайте ему вопросы о жизни. Андрей, скажите, пожалуйста, вот вы с виду производите впечатление такого серьезного человека, да? Способны ли вы на какие-то такие действия, может быть, даже дерзкие, не совсем обдуманные, а вот, допустим, эмоция вас какая-то повела, и вы взяли и сделали? Ну, я так часто делаю. То есть это ваш стиль жизни? Это мое предыдущие, да. Не всегда просто эмоции такие появляются, но когда появляются... А что может вызвать ваши эмоции? Любовь. Любовь, а помимо любви? Любовь. Любовь. Только любовь? А что еще может проспекнуть? А вот у вас давно не было любви, то есть получается у вас давно не было эмоций? Почему у меня не было любви? У меня была любовь. Были эмоции, были поступки. Спасибо, Юлечка. Молодец, я считаю, что вы справились с заданием. Может быть, первая Оля была такая вся... Кукольная. А вот Юля настоящая, да, такая интересная. Ну, посмотри, какая она хорошая. Да, 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 она искорная. Молодец, да, молодец. Пока есть сюрприз. С удовольствием. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Юля, мы за тебя. Да, да, мне понравилось. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Андрей, скажи, что вы любите? Она же снималась? Немножко, но это тоже, знаете... Молодость какая-то зажатость, плюс мягкость. Нам учителей английского и немецкого не хватает. Мне тоже она понравилась. И мне даже в своем неестестве она была не противная. О, Боже, спасибо, Лариса. Это самое милейшее похвало для меня. Андрей, Андрей, даже при вашем стремлении к девушке чистой, мягкой и простой, вашей избраннице все равно должен быть маленький элемент цинизма, что ли. Она должна уметь быть отстраненной, она должна уметь сдерживать эмоции, контролировать себя. Может где-то с иронией отнестись к происходящему. Мне кажется, что Юля, это человек мягкий, она достаточно искренне-искренне была. Мне кажется, в ней вот этого нет. Она сама по себе достаточно чистая, простая, вот ровно тот самый диктор телевидения. Ну, конечно же, конечно же, как диктор, у меня же мечта. Я предлагаю Андрею встретиться, встретить невесту, проходите. Привет, меня зовут Аня. И как гласит народная мудрость, путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Я приготовила для нас торт, давай этот торт попробуем вместе. Давай. Прошу. Да. Ну, давай, пожалуйста. Пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. А нам... Да. Правда сама приготовила? Правда. Ой. Боже мой, Анечка. Это нам подарок же, да. Но она так волнуется, потому что у нее ручки прямо трутятся. Это нормально. Малышка, это круто. Я обожаю, когда невесты волнуются. И сюда. Очень вкусный торт, наверное. Ой, она и наши сердца растопила. Она мне уже нравится. С кем вы, Анечка, пришли? Это моя подруга Елена и Ольга. Очень приятно. Очень приятно. Давайте узнаем вас, Калыч, и посмотрим на вас. Анна, 29 лет. По образованию экономист. Работает бортпроводницей в бизнес-авиации. Катается на велосипеде и горных лыжах. Мечтает открыть магазин одежды и купить дом в Италии. Предупреждает, что не будет убираться дома сама. Все избранники Анны уклонялись от создания с ней серьезных отношений. Надеется, что Андрей готов стать примерным семьянином. АПЛОДИСМЕНТЫ Что, прямо так и уклонялись от серьезных отношений? Нет, не уклонялись. Были отношения... Несерьезных много было? Несерьезных. Одни отношения были несерьезные. Да? Для 29 лет? Можно сказать, что они были и серьезные, и несерьезные в одно и то же время. Может, потому что убираться не любите? Я очень люблю готовить. Вы сказали, что не будете сами ничего делать? Нет. Может быть, вы заросли по уши, поэтому они... Сбежали? Сбежали, конечно. Нет, нет. Убираться это как бы была шутка на самом деле. Я очень люблю готовить. Просто вы на работе так наубираетесь? Да, да. На самом деле, да, согласна. А, углазнится. Это точно. Слушай, она бедная, она убирается. Вот я и говорю, что это официантка летающая. Да, отчасти да. И красивая девушка, на которую приятно посмотреть. Да. Я очень уважаю вашу профессию, очень уважаю девчонок. И просто поражаюсь вам. Сколько же вам надо иметь терпения, сколько вам нужно иметь великодушия. Он сейчас расслабился, он был какой-то сожатый сначала. А из-за этого, что ненормированный рабочий день сегодня там, завтра сям, нужно отоспаться, может быть, поэтому долго они не складывались? Отчасти да, на самом деле. Потому что тот мужчина, с которым я встречалась... Сколько лет? Не сколько лет. Мы были знакомы три года. И потом, так получается, что мы встретились в ресторане. Он собирался на отдых. И говорит, я полетела отдыхать. В Таиланд? Да, в Таиланд. И пригласил меня с собой. По-дружески мы полетели как бы вместе просто компанией. И у нас там начались отношения уже в Таиланде. По прилету в Москву. Ну, круто. По прилету в Москву мне предложили жить вместе, но предложил жить в моей съемной квартире. Я ему отказала. Почему? Ну, потому что я считаю, что нужно жить на нейтральной территории. Я создала там уют, и это мое. Тут же была съемная. Ну и что? Ну, либо все-таки не так быстро, Ларис. Неделя отдыха совместного, и уже давай жить вместе. Ну, вообще с такой профессией очень тяжело, мне кажется, найти. Да, серьезно. Это нужно... Мужчину и отношения надо, чтобы вот они вместе летали. Мужчина уже все-таки спустится с небес на землю. Пилота. С небес на землю. Пилота найти. Когда вы поняли, Анечка, что у вас голова просто чешется от рогов? Вот вы просто по салону самолет уже ходить не могли, потому что рогами сбивали полки. Всякое бывало. Естественно, когда женщины нет в Москве, да, чем заняться мужчине? Он начинает гулять. Знаете, она такая, она не то что недалекая, да, а она неглубокий человек. Ну, простая какая-то. Ну, про меня-то, наверное, так же подумали. Я переживала какой-то период времени. Страдали, да? Нет? Или вы сильная женщина, волевая? Мне кажется, нет сильных женщин. Почему? Да какой бы сильный не был человек, если тебя предали, ты все равно страдаешь. Анечка, вы ему не простили, хотя он и светами потом вокруг вас дефилировал, да? А смысл тратить мое время и его время? Нужно идти дальше. Ему нужна творческая личность. В ней никакого творчества я не увидела. Андрей, у меня есть приданная. Вот это Ролёва у нас. Розавия, а почему ты не задала вопрос? А что, вот он сидит, алмаз. Умница. Рассказывайте, что погрейте уши, Розе. Приданная в виде кошки. Готовы принять? Разочарование какое? И по аллергии нет ли у нас, да? Нет, кошек я с детства люблю, просто не завожу, потому что... Он вырос среди кошек. Он Маугли. У меня тоже есть приданная кошка. Скажите, какой у вас сюрприз? У нас вечерняя Венеция, романтическая прогулка. Какая умница, ну тогда показывайте. Моя мечта побывать в Венеции, и я хочу частичкой своей мечты поделиться с тобой. Давай присядем. Давай. Мы с тобой плывем по Венеции, проплываем сейчас с Демарком, площадь Демарка. Я надеюсь, что наша мечта с тобой осуществится в реальности, и мы с тобой совершим эту прогулку в нашу настоящую жизнь. Хорошо. Январе сегодня. Январе сегодня. Январе сегодня. Январе сегодня. Хорошо. Январе сегодня. Выглядит это интересно. Да, это очень эффектно. Молодец. Все, девочки, ваше время истекло. Ты была молодца. Тебе он понравился? Да, мне понравился. Тебе понравился? Да, правда. Мне он тоже понравился. Андрей. Андрей. Ваше мнение, как вам, Анечка? Судя по тому, что так торт вы... Уплетайте. Мне оно очень понравилось. Очень было страшно, на самом деле. Волновалась? Да. Смотри, у меня руки трясутся. И вообще, конечно, ты молодец. Давай, ручки свои подержи. Это было молодцом. Олечка. Отличная девочка, хорошая, замечательная. Во-первых, она... Но проблема. Во-первых, мне кажется, они никогда не встретятся. В жизни, да? Во-вторых, ну, у них работа такая. Андрея никогда не бывает. Ее никогда не бывает. Она постоянно в небе. Да, может быть, это хорошо, когда расставание... Ну, ты на суше, я на море, мы не встретимся никак. Какая глупость. Она сказала, господи, мы всего насмотрелись, заберите нас из этой профессии. Она хочет быть, она готова. Конечно, 29 лет. Ну, в принципе, да. Мне кажется, она готова к семье. Она готова к детям, к семье, не знаю. Конечно, мы готовы. Конечно, ты готова. Понятно, что как и муж должен являться визитной карточкой своей жены, так и жена. И вот даже вот как она одет, как она подготовилась, какой сюрприз сделала. Вот все женственно-женственно просто-напросто. И я просто представила, думаю, вот качество вашей жизни, как, изменится в лучшую или в худшую сторону? В лучшую. Вы знаете, только в лучшую. Ой, как приятно, Аня. Аня, удачи на твоей стороне. Ну, конечно, вы почувствовали свою роднюсенькую энергию воды, стихию воды. Поэтому она вам показалась эмоционально близким человеком. Там все в воде. Аккулос. И я, она рак. И я очень рада, что она пришла к вам, потому что ее планета, еще несколько планет Скорпионии, изначально ее вели бы, конечно, к мужчинам делового такого склада, предпринимателям, бизнесменам. Но не в такой области, не в шоу-бизнесе, а так более жесткого формата. И мне кажется, что она их уже насмотрелась на работе. И слава богу, что уже внутренне созрела, и уже не ищет таких. И здорово, что она пришла к мужчине достаточно внешне мягкому, такому, как вы. Только надо брать и бежать быстренько детей рожать. 30 лет скоро. Очень скоро мы увидим, какой выбор сделает наш жених. Оставайтесь с нами. Карамель, орехи, шоколад, ботинок, пол. Танцуют все. Золотой степ. Не танец, а конфетка. Славянка. Я всегда жду праздники и люблю получать и дарить подарки. Особенно, если это украшение санлайт. Санлайт – мир желанных подарков. Андрей и Ольга. Торт, конечно, хорошо, скомячили половину, но нужно делать выбор. Нужно кого-то советовать своему другу. Вот я бы, наверное, на твоем месте выбрал бы Юлю. Мне кажется, ты ему очень понравилась. Да? Да. Я просто специально, когда ты пела, я специально на него посмотрела. Он вообще не отрывал взгляды, он был очарован совершенно. А мне понравилось, Аня, потому что я их вижу рядом с Андреем просто. Мы тоже тебя видим рядом с Андреем. Хорошая. Ну, как-то картинка я вижу. Понимаете, Аня – готовая жена. Налеталась, насмотрелась. А Юлия хочет быть диктором, хочет петь, хочет туда-сюда. Поэтому, конечно, Анечка. Такая теплая, такая домашняя. Она выглядит хорошо, потому что это уже профессиональная. Но она абсолютно милейшее существо, открытое, доброе, нежное, эмоциональное. Тебе он понравился? Мне он очень понравился, если честно, искренне. А если он зайдет к нам, ты выйдешь за ним? Я, да, я выйду за ним. Ура! Красотки сегодня были. Да, все три. Но, как говорят умные, мудрые мамы, все-таки не та красива, у которой можно похвалить либо ногу, либо голову, либо волосы. А у которой вот весь облик не дает возможности выделять какую-то часть тела. То есть ее целесо. Это гармония? Конечно, в комплекте. Вот такой комплект, мне кажется, только у Анны сегодня. Вот, я же говорю. Молодец! Я, прежде чем дать свой совет, хотела бы сначала обратиться к нашим зрителям и рассказать им о том, что ждет их на неделе с 9 по 15 декабря. Дорогие мои, спешите, пожалуйста, потому что Венера начинает замедлять свой ход и будет скоро поворачивать. Если вы запланировали сказать своему близкому человеку какие-то решительные слова, объясниться в любви, назначить дату свадьбы, ну или просто выяснить отношения, важный для вас момент, пожалуйста, не откладывайте, потому что пройдет немножко времени, и в конце декабря вы уже не сможете этого сделать. И все самое важное придется отложить уже до весны, аж до середины марта. Поэтому эта неделя, в общем, рассчитана на то, чтобы не откладывать, а то, что запланировали, быстро сделать. Я имею в виду, конечно, в любви. И к этому совету имеет смысл прислушаться в основном тельцам и девам, а также особенно прислушаться тем, кто родился 20 сентября 1953 года и 19 июня 1983 года. Спасибо тебе, Василиса. В общем, пришло время принимать решение, я думаю, и для Андрея тоже. И мне будет очень приятно, если этим решением будет Анна, потому что действительно, гороскопически вы с ним можете слиться в таком водном танце. Ну, давайте не будем на вас давить, слушайте себя, свое сердце, мы вас в любом случае поддержим. Выражайте симпатию нашим будущим героям, отправляйте смс их номером по телефону 4151. Татьяна, 24 года, номер 2964. Банковский работник. Гордится тем, что прыгала с большой высоты, сплавлялась по реке, любила и прощала. Мечтает встретить высокого темноволосого парня, который полюбит ее такой, какая она есть. Денис, 24 года, номер 2965. Совладелец салона красоты. Занимается футболом, играет в боулинг, любит гулять по парку. Ищет молодую спортивную воспитанную девушку, с которой они объездят весь мир. Мы не знаем, выйдет Андрей один или с избранницей. Я приглашаю всех выходить, давайте его поддержим. Пошли, пошли, пошли. Ура! Привет. Привет. У нас есть пара Андрей и Анна. Желаем наше паре счастья. А конфеты-степ от конфетной фабрики Славянка помогут сделать счастливые моменты еще ярче. А жизнь веселее Славянка несет радость людям. Сегодня вместе с нами вас поздравит Катя Лелли Боссон. А Julie. АПЛОДАЛИСМЕНТЫ АПЛОДАЛИСМЕНТЫ Славянка. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...